Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Сегодня мы поговорим о том, как управляющие компании выстроить отношения с жителями МКД, чем занимаются управляющие компании, а также, что изменилось в сфере ЖКХ за последних несколько лет. Об этом мы поговорим с нашим гостем, генеральным директором Люберецкой управляющей компании Александром Александровичем Климановым. Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, уважаемые зрители! Александр Александрович, вот сокращенное название вашей компании «Лук». Вы когда думали, придумывали название, как назвать, так сказать, корабль, какой-то вот тайный смысл закладывался или нет? То есть это растение, либо это предмет? Ну, «Лук» – это сокращенная аббревиатура от полного названия предприятия Люберецкая управляющая компания. Я в силу того, что у меня еще не был руководитель, не участвовал, конечно же, в выборе этого названия, но я так понимаю, что эта компания создавалась, мы знаем, что на базе фонда бывшего военного гарнизона, и аббревиатура родилась сама собой, потому что это был самый рассвет, самый начал деятельности управляющих компаний, и просто и логично, скорее всего, было назвать ее Люберецкая управляющая компания. А также, так у нас случается, что если название длинное, то возможно использование заглавных букв как аббревиатуры, так и получилось. Об этом, наверное, никто не подумал. ЛРТ подумала. Короткое название «Лук». Мы уже к этому привыкли. Давайте все-таки поближе познакомимся с вашей компанией, территориальное расположение, сколько домов в обслуживании, потому что те, кого вы обслуживаете, они, конечно, знают, но не всех. Ну, как я уже сказал выше, что наша компания взяла на себя обслуживание фонда, который пришел при передаче фондов бывшей КЭЧ Люберецкой, то есть нашего военного бывшего городка, на баланс городского, тогда еще города Люберцы. В обслуживании у нас находится 59 многоквартирных домов, 38 из них оборудованы газовым оборудованием, 14 из них оборудованы газовыми колонками, имеется 166 подъемных механизмов, это 38 многоквартирных домов имеют лифты, скажем прямо. Есть этажность домов от 2 до 17. Ну, естественно, не самый молодой фонд, самый молодой дом у нас, а самая свежая дата постройки – это 33 года дома. У нас есть такие примечательные дома, как даже 33-го, 32-го, где проживал, скажем, даже знаменитый Василий Сталин и много-много наших известных военных деятелей, так скажем, наших прославленных и летчиков, и генеральского корпуса. Мы знаем, что у нас базировалась эскадрилья во время войны, поэтому там был военный гарнизон. Так что мы между собой называем нашу территорию, делим условно на городок А и городок Б. На самом деле это все едино. Городок А – авиаторы? Нет, это просто… он был ранее построен, это первая застройка, а дальше находились поля на тот момент, они были сначала там, участвовали как запасный аэродром, а потом там были сельхозугодия, так сказать, до самого Желебина, еще не было тогда, и было принято командованием решение о строительстве жилого комплекса для военнослужащих. И так появился городок Б, потихоньку расстраиваясь, дойдя до границ с Москвой. Ну вот смотрите, вы перечислили, есть и лифты, есть мусоропроводы. Они как бы вот прям в домах, либо у вас мусорный контейнер? Нет, у нас сейчас это очень такой проблемный вопрос, который у всех на устах. На самом деле те дома, которые построены более свежие, они, естественно, оборудованы мусоропроводами. Таких домов у нас 38. Но есть и дома, которые не оборудованы в силу более ранней застройки, или там это малоэтажные дома, вот, в них отсутствует система мусоропровода. Всего, значит, у нас на территории расположены 22 контейнерные площадки. Я думаю, что они максимально по возможности, учитывая специфику застройки, расположены, значит, как раз более удобно с соблюдением норм и требований СНИПов и ГОСТов. Поэтому ту задачу, которую мы сейчас ставим перед собой об организации раздельного сбора мусора, то есть отходов в твердых бытовых отходах, коммунального, крупногабаритного мусора, мы, думаю, с успехом решим, потому что у нас имеется возможность немного расширить сами контейнерные площадки, для размещения для них на этих контейнерных площадках контейнер для сбора, раздельного сбора мусора, то есть там это и бутылки, бумага и бытовые отходы. Ну вот этот вопрос проще решить все-таки там, где есть контейнеры, мусорные контейнеры, да, стоят уличные. А в домах как будет решаться вопрос? Уже думали, прорабатывали, либо также где-то в доме нету, где размещаться? Мы этот вопрос прорабатываем, но здесь будет, скорее всего, для начала у нас будет прорабатываться, не будет, он уже прорабатывается, об усилении организации, осуществляющей обслуживание домов в сфере клининга на тот предмет, чтобы осуществлять первичный отбор уже непосредственно там, потому что есть технологические решения, там дополнительные стволы, но это все приемлемо для новостроек. У нас, к сожалению, это уже технически невозможно. Единственное, что еще периодически возникает вопрос, сами жильцы принимают путем проведения голосования собственников жилых помещений, то есть общего собрания, решение о отказе от использования мусоропроводов. Так, к слову, ранее мы не было возможности обрабатывать их, но это как-то еще не закладывалось. Сейчас же мы обрабатываем ежегодно, то есть это промывка их, покрытие специальным лакокрасочным покрытием, которое содержит в себе антибактериальные вещества, которые препятствуют возникновению налета на стенах, запаха, опять же, каких-то микроорганизмов, которые способствуют распространению этого запаха. Сейчас это все регулярно, минимум раз в год, уже третий год мы это проводим. Но все равно люди некоторых местах, вот, скажем, буквально свежие события, два дома у нас приняли решение о том, чтобы отказаться от использования мусоропроводов и обустроить контейнерную площадку вблизи дома. Вы знаете, я считаю, что на самом деле это хорошо. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Вот я также проживаю в МКД, и мы изначально, с момента строительства дома не запускали в ход использование мусоропроводов. Да, жители имеют такое право принять это решением общего собрания собственных жилых помещений. Мы уже выполняем их решение, как бы притворяем жизнь. Такое право имеется. Ну, вообще, просто интересно, много желающих отказаться? То есть какая у вас картина, какая практика идет? Если честно, то за где-то последние лет пять, порядка десяти домов отказалась. Тенденция такая существует. И я думаю, что в будущем мы все-таки к этому придем. Но сколько людей, столько мнений. Но это гарантировать мы не будем. Это точно. Смотрите, вот практически меньше месяца, наверное, ну, там плюс-минус, смотря какая будет погода, остается до начала отопительного сезона. На данном этапе как у вас идет подготовка к отопительному сезону? Ну, вся подготовка... Ну, значит, естественно, подготовка к отопительному сезону, она начинается сразу после окончания предыдущего. Не дожидаясь даже, скажем так, общего постановления по городскому округу о начале подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, мы начали как-то... у нас все было спланировано. Это традиционная работа, она плановая, она уже известна всем. В компании работают профессионалы. Мы начали подготовку в конце апреля текущего года. На сегодняшний день 75% жилого фонда полностью подготовлены. Опрессовка и гидравлические испытания проведены на всех 100% домов нашего обслуживаемого жилого фонда. Документы готовы, то есть сейчас уже идет этап приема комиссионного... Паспорта готовности, да, получения паспорта готовности. Готовный паспорт, паспорта готовности идет у нас подготовка, сдача домов. Сейчас уже полностью подготовлено и сдано, принято комиссионно, 75% домов. До 15 сентября у нас по плану завершить все 100%. Я думаю, что это будет раньше. У вас там ремонт домов, кровель, подъездов, да, все это текущие? Конечно, конечно. Эти мероприятия происходят в комплексе. Это подготовка домов к отопительному сезону не составляет только из опрессовки и гидравлических испытаний. Это готовность и по энергоэффективности мероприятия, проводим кровли, фасады, от подъезда, от цоколя, от мостки. Полный комплекс работ, которые выполняет управляющая компания, очень сильно активизируется. Вот это наше короткое лето. Но это лето, жаль, на него даже, наверное, нельзя наговаривать. Лето было. Конечно, лето было. Мы увидели лето. Несмотря ни на что, мы, конечно, огромный пласт работы проделываем, так же, как и все управляющие компании. А вот в связи с этими ремонтами я бы хотела такой вопрос вам задать. Примерно лет пять назад появилась строка в квитанциях о оплате за капремонт, и эти средства переходят в фонд регионального оператора. Вот в связи с этим как проходят теперь ремонты? Вот капитальный ремонт. Если раньше вы как-то могли планировать, то сейчас уже нужно все согласовывать. Ну, сейчас мы тоже осуществляем естественное планирование. Они проходят капитальный ремонт не сам по себе. Огромная работа еще при начале запуска этой программы проведена по мониторингу фонда. Составлены, значит, полные, объемные описания, так скажем так, технического состояния и последних сроков выполнения капитального ремонта в каждом отдельно взятом МКД. Отсюда эта программа заполнялись огромные формы, и фонд капитального ремонта с помощью нашей администрации, которая готовит сводные таблицы за весь округ, и специалистов каждой управляющей компании в отдельности готовят такие огромные сводные формы за округ, где специалисты фонда капитального ремонта, наши специалисты, видят наиболее, скажем так, сложные места, на которые стоит обратить внимание. Естественно, согласовывается данный вопрос с собственниками жилых помещений, с советами огромная работа проводится, и уже формируются краткосрочные планы текущего ремонта на, допустим, обозримое будущее до 2030-2035 года. Уже они сформированы. Но вот по этой программе есть уже отремонтированные дома, есть ли замена лифтов? Конечно же, эта программа запустилась у нас, появилась строчка, появилась в 2014 году. Первый опыт, первые ошибки, скажем так, были допущены, исправлялись, но сейчас программа заработала в полную силу, я считаю. На сегодняшний день уже имеется определенный опыт, так сказать, отработан алгоритм проведения работ капитального ремонта. Так, к слову, практически треть лифтового оборудования заменена у нас на фонде. Ведется ремонт скатных кровель, мягких кровель, фасадов, внутренних инженерных сетей, электрических сетей. То есть мы, виды работы совершенно охватывают весь спектр. Работы ведутся разными подрядчиками, со многими подрядчиками. Приятно работать, очень хотелось бы отметить в этом вопросе. Наше родное предприятие, окружное, это наш Люберецкий городской жилищный трест. Как и всегда, трест и его руководитель показали себя как надежные партнеры, достойно занимающие лидирующие позиции в области, не только в части управления многоквартирными домами, но и проведение мероприятий капитального ремонта. Уже не один год наш Люберецкий трест является генподрядчиком по данному вопросу. С приходом работы фонда капитального ремонта, тот объем работ, который мы могли бы сделать сами, он значительно увеличился. Надеемся, что эта программа будет существовать и дальше. Это принесет только положительные, скажем, вехи в нашу жизнь и снимет большой объем тех проблемных вопросов, как и есть. Но вот еще немаловажно найти диалог и обратную связь от жителей. Как у вас решается этот вопрос? Потому что, например, по субботникам видно, как жители добровольные, причем не с-под палки, они сами хотят выйти и сделать что-то приятное на своем участке, возле своего дома. Как вы установили этот контакт? Во-первых, это нужно сказать, прежде всего, спасибо самим жителям. Я очень благодарен собственникам жилых помещений, квартир, проще говоря, на нашем обслуженном фонде. Они не безразличны к окружающим себя, как бы, обстановке. Поэтому они откликаются, выходят на субботники, активно участвуют в жизни дома. Очень есть сильные советы домов. Где-то советы домов молодые, только учатся. Но у нас настроена четкая система взаимодействия с каждым советом дома. Мы оказываем поддержку как юридическому, как любого специалиста, инженерной службы, я, мои заместители. То есть совет дома не избран и брошен сам себе. Они находятся на постоянном контакте. Мы понимаем, что жизнь динамична, люди заняты, но все равно находят маленькое окошко, уделить жизни дома, чуть-чуть времени. Очень много приятных, скажем так, моментов с этим. И мы начинаем заражать своим энтузиазмом соседей уже. И это все складывается в такую определенную квартиру. Когда проводятся дни открытых дверей в управляющих компаниях, много приходят? И с какими просьбами? Либо, наоборот, с похвалой? Естественно, система ЖКХ – это та система, которая работает постоянно, как в армии боевого дежурства. То есть у нас, к сожалению, нет такого. Сделал и забыл, все, можно туда 50 лет не возвращаться. Это такой живой организм, в котором всегда что-то происходит, случается. Он постоянно развивается, его что-то чинится, что-то меняется. Наверное, с своим домом можно сравнить. Да, это такой же дом, только очень много этажей. Поэтому проблемы возникают, они решаются. Люди приходят и с положительными эмоциями, и с какими-то проблемами, которые возникли, их нужно решить. Отрадно то, что люди знают о проведении Дня открытых дверей, даже в ближайшую субботу. Давайте мы скажем, что это 18 августа. 18 августа, в ближайшую субботу, пожалуйста, приглашаем на День открытых дверей не только в наши управляющие компании. Я знаю, что во всех управляющих компаниях, наш городской округ, да и в Подмосковье в целом, будут проходить Дни открытых дверей. Это возможность обратиться жителям напрямую, решить какие-то вопросы, когда они не могут в будние дни. Кто-то работает, кто-то по иным причинам. Это возможность пообщаться с представителями органов ГЖИ. Это возможность без спеха и очередей получить услуги. В частности, у нас это паспортный стол, мы сохранили. Поэтому имеем только благодарность от жителей на сегодняшний день. Обратиться в паспортный стол за какой-то юридической поддержкой. Сейчас часто даже люди обращаются не по вопросам управляющей компании, а обращаются за юридической поддержкой в других областях. Мы не отказываем. Все службы работают. Получается квалифицированная помощь по вопросу. Если мы не можем решить этот вопрос сразу, дать ответ, пишется, оформляется должным образом заявление, и в течение установленного срока все вопросы снимаются. Дни открытых дверей – это, я считаю, еще один положительный момент, который сама жизнь нам продиктовала. Еще есть один положительный момент. Я считаю, что губернаторская программа по комплексному благоустройству территории, которая существует уже несколько лет, как у вас она решается в вашей управляющей компании? Что сделано как благоустроенная территория? Хотелось бы сказать, что да, мы сейчас работаем в рамках областной губернаторской программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Но хотелось бы отметить, что мы в нашем городе, еще тогда Люберцы, благодаря главе города, администрации города Люберцы, начали эту программу еще раньше даже. Первые площадки появлялись еще до начала действия этой программы. На сегодняшний же день при поддержке нашей администрации, личном участии главы городского округа Владимира Петровича Ружицкого, у нас сформировалась такая ситуация, что мы уже отремонтировали 23 дворовых территории. А это ни много ни мало. 32 детских, игровых, 32 спортивных площадки. Это новое освещение, новые лавочки. Это обновленные контейнерные площадки. Спортивные также, да? Да, конечно же, детские, игровые и спортивные площадки. Это комплексно отремонтировано на сегодняшний день, как я уже повторюсь, 23 дворовых территории. Но на этом мы не останавливаемся. Где-то идет замена. Сейчас активно меняется освещение. С прошлого года начала функционировать такая система, как безопасный город на площадках. Уже не только в городе, где-то на общественных местах. Это тоже помогает и в работе органов полиции, правопорядка. То есть, безусловно, такой масштабный, комплексный подход в организации всего пространства и дворовых территорий только на благо жителей. И противников этого нет. Естественно, тяжело. Естественно, есть свои мнения. Естественно, проходит согласование очень. Такой накаленной обстановки, потому что кто-то хочет больше парковочных мест, кто-то хочет спокойных, наоборот, тихий дворик. Но время диктует то, что у всех автотранспорт. Приходится умещать и зеленые насаждения, и газоны, и спортивные, и детские игровые площадки, и какие-то мини-зоны отдыха. И пытаться это все сделать, никого не обидев. Я думаю, что у нас это получается. Ну и еще такой вопрос. Как вы считаете, за последних 3-5 лет есть ли сдвиги в сфере ЖКХ? И в какую сторону? На этот вопрос отвечу, что это очевидно. Во-первых, это просто очевидно. Мы активно участвуем также в губернаторской программе по ремонту подъездов. То есть, если мы раньше имели цикличность в 5 лет ремонта, сейчас мы усиливаемся. То есть, у нас выходим на 4-летние сроки. Это тоже благодаря поддержке области. Комплексное благоустройство. 23 дворовых территорий только у нас. А сколько их сделано в городском округе? Безопасный город. Безопасный город. Программа капитального ремонта. Мы видим, что если раньше что ни говори, я не буду говорить про свою, про чужую компанию. Многие места не охватывались просто наличием финансов. Потому что не все можно было сделать за те расценки, которые были. А, к сожалению, стоимость материала все возрастала. Фонд же имеет возможность аккумулировать все средства и приступать к ремонтам в благоприятное время года. Надеюсь, что это будет продолжаться программой. И мы будем иметь энергоэффективный отремонтированный фонд. Ну вот на этой положительной ноте мы и закончим нашу программу. Я напоминаю, у нас в гостях был генеральный директор Люберецкой управляющей компании Александр Александрович Климанов. Всего доброго. Спасибо вам, что вы нашли время. До свидания.